С песнями и салютом. Буквально накануне вечером стала известна радостная весть. Президент Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Ульяновску почетного статуса город трудовой доблести. До этого жители собирали подписи и свидетельства подвигов, которые совершались у станков в больницах и на фабриках. Для нас ветеранов что? Низкий поклон и благодарность всем, кто поддержал это решение городского совета ветеранов. Я сегодня признателен всем гражданам, которые поставили свои подписи и поддержали наше предложение. Название претендовали многие города России, работавшие на победу в Великой Отечественной войне. Ульяновск обеспечивал бесперебойное производство оружия, военной техники, одежды и продуктов питания для нужд фронта. Помимо нашего города подобный статус получили еще 19 городов. Когда сегодня было объявлено, я честно говорю, мы ожидали, мы ожидали, потому что более 200 тысяч подписей было собрано. Ну и давайте просто рассуждать, что такое годы войны. Ведь именно Ульяновск на сегодняшний день принимал на себя различные предприятия. Мы прекрасно понимаем автомобильный завод, он же появился в эти трудные годы. Моторный завод – это тоже было в эти очень сложные и трудные годы. В кратчайшие сроки на площади 30-летия Победы организовали небольшой концерт с участием вокальных коллективов города. Артисты исполнили песню «День Победы». Как только мне позвонили, я собрался, и вот я здесь, для меня это большая честь и радость. Поверьте, сама песня, она сама содержит в себе все – и распевку, и внутренний настрой, и внутренний мир, потому что «День Победы» – это, наверное, одна из величайших песен и большая ответственность. А под последние слова песни грянул праздничный салют. Разноцветные залпы озалили небо над Волгой. Анна Тищенко, Владимир Куликов, Новости Управда ТВ.